Привет, друзья! В этой серии уроков мы создаем пончики. И сейчас займемся созданием глазури. Для этого вначале я рекомендую найти несколько референсов. Это картинки, на которых фотографии желательно. Именно фотографии, а не рендеры предыдущих версий пончика. Их стало в интернете очень много. Нам потребуется найти какие-то вот такие картинки, которые будут хорошо показывать то, что мы делаем. Сейчас мы будем заниматься глазурью. И ваша задача найти хорошие фотографии. Можно пойти купить себе пончик. И найти вот именно то, как эта глазурь на пончике создается или как она выглядит. Потому что когда мы будем создавать свою цифровую копию этой глазури, нам нужно предельно похожий вариант к реальности сделать. В этом залог успеха, насколько будет красивым и некрасивым, и удачным, и неудачным ваш рендер. Итак, я нашел себе вот такую довольно прикольную фотку с глазурью. И дальше есть еще вот какие-то такие варианты. Но здесь у нас именно какой-то, я не знаю, сверху еще поливали этим топпингом шоколадным. И поэтому это не совсем точно такой же результат, который мне нужен. А вот этот больше похож на то, с чем мы сейчас будем работать. После того, как вы нашли ту картинку, которая вам по душе и на которой изображено то, что вы собираетесь делать, оставьте ее где-нибудь перед глазами. Вы на нее... ну, мы будем ориентироваться, чтобы то, что мы создадим, было ближе к реальности. Отлично. Когда нашли эту глазурь, можно продолжать возвращаться к уроку. Дальше. Мы создали в прошлых сериях пончик. И, возможно, если вы открывали папку, в которой сохраняли свои файлы, вы могли найти там вот такие файлы. Blend.1. Это не странные, не поломанные файлы. Это бэкап блендера. Он вот с такой подписью делает файлы дополнительного сохранения. Если вдруг с вашим основным файлом что-то случится, он сможет открыть вот этот резервный файл. Я это пока спрячу. И теперь мы вспоминаем про те самые хорошие и полезные привычки. Начинаем с того, что сохраняем этот файл, эту сцену, как новую версию файла. То есть это должен быть отдельный файл. После того, как его сохранили, если не помните, вспоминайте из предыдущего видео, мы можем приступать к самой работе. Я сейчас покажу, как дублировать объекты, поскольку глазурью у нас будет эта часть вот этого пончика. Она его повторяет и дублирует. Поэтому будет логичным сделать глазурь из копии данного пончика. Для того, чтобы его дублировать, у нас есть такая кнопка Shift-D. Горячая клавиша Shift-D. После того, как вы ее нажмете, надо, чтобы был выбран именно пончик. То есть когда выбран пончик, вы нажимаете Shift-D, он дублируется, и Shift-D, ваш курсор, должен быть в пределах 3D окна. Дальше у нас появляется возможность его куда-то передвинуть. Но поскольку мы хотим, чтобы глазурь была ровно сверху этого пончика, мы никуда его двигать не будем. Я просто нажму правой клавишей мыши, чтобы отменить перемещение. Итого, у нас здесь панель оператора. Появилась duplicate objects. Я ее свернул. Она мне сейчас как бы не нужна, а просто свидетельствует о том, что мы сделали какую-то операцию. И справа теперь все внимание на Outliner. Это вот этот список, инвентарь наших объектов сцены. Здесь мне нужно переименовать, поскольку если мы сейчас выберем, например, вот этот Torus 01, и я начну его передвигать у нас, как бы два пончика, которые друг на друга наслаиваются. Чтобы не запутаться, я могу нажать здесь в интерфейсе клавишу F2 для переименовки, для того, чтобы переименовать объект. Могу двойным кликом нажать здесь в Outliner. Я подпишу это как глазурь по-английски, как-то там icing пишется. И сам Torus. Пришло время наводить порядок. Это одна из таких полезных привычек, которая тоже ускоряет впоследствии вашу работу. Это правильное название объектов. И вот здесь Torus. Я нажму F2 и подпишу Madonaut. Это пончик по-английски. Отлично. Теперь, когда у меня есть отдельно глазурь, отдельно пончик, я могу спрятать на время Donut. Это пончик. Давайте я его спрячу, чтобы вы видели, что вот у нас там ничего нет. Если я прячу глазурь, дальше пончика уже тоже пока нет. Это очень такая коварная штука с тем, что прячется вот здесь, прячется в видовом окне. И рядом есть такая камера, значок камеры, прячется из рендера. На этом очень у многих начинающих ребят были проблемы и ошибки. Они думали, что они спрятали объект. На самом деле, они только скрыли его видимость здесь в видовом окне. И он показывается на рендере. Всплывает какая-то дополнительная глазурь, всплывают дополнительные пончики или еще что-нибудь. Будьте внимательны, вот этот глазик, иконка глазика, прячет только из видового экрана. Если вы хотите спрятать из рендера, вы нажимаете на вот этот фотоаппарат. Итак, я выберу Ising, глазурь. И теперь перейдем в режим редактирования. Наша задача удалить всю нижнюю часть. Чтобы ее выбрать, я могу перейти здесь, в режим работы с точками. Нажму единицу на клавиатуре. И теперь прямоугольным выделением вот так вот могу провести. При этом я повернул свою камеру, чтобы мне было вот так вот лучше видно. И тут вы можете заметить, что выделяется не весь пончик, не вся эта нижняя часть, а только часть, та, которую мы видели. Это не сильно удобно, поскольку внутри еще есть точки, а нам надо удалить прям всю половину. И здесь мы переходим к разным режимам шейдинга или отображения объектов в видовом окне. Вот здесь сверху вверху у нас уже шла речь про рендер в самых первых видео. И тут у нас есть Viewport Shading Wireframe, вот такой вот с сеточкой, мячик. Когда мы нажимаем на него, мы можем видеть насквозь весь этот объект. И уже теперь, если я буду выбирать вот так вот точки, то он будет выделять их все. Если вы хотите более точную, быстро ортогональную проекцию, то есть посмотреть на пончик где-то сбоку, я часто использую клавиши на нампаде, поскольку я к ним привык. Это клавиша 1 или, например, 3 вида спереди и сбоку. Если вам сложно или у вас нет нампада, вы можете использовать вот эти вот оси координат, либо еще как вариант нажимать на русское Йо, там, где находится слева от единички. И здесь выбирать либо слева, либо справа, либо там front, top. Это все ортогональные проекции. Мы уже про них тоже немножко говорили в начальных видео. Сейчас у нас перспектива, ортогональная проекция, когда убирается одна из направлений в трехмерном пространстве, у нас остается как бы плоскость, и с ней тоже довольно удобно работать. Так, когда мы перешли в нужную нам проекцию, выбираем вот эту вот нижнюю часть, половину, обратите внимание, у меня здесь пончик немножко съехавший, и вот эти вот центральные точки я не хочу выбирать. Я хочу выбрать только вот этот вот низ прямоугольным выделением, зажимаю левую клавишу мыши, тяну, и дальше мне нужно это удалить. Либо нажать клавишу Delete и здесь выбрать точки, либо нажать X и тоже здесь выбрать точки. Там много вариантов того, какую часть геометрии мы можем удалить. Сейчас выбираем точки, поскольку это удалит все, что к этим точкам было присоединено. Теперь давайте вернемся обратно в режим Viewport Shading, вот сюда. Если вдруг вы, находясь в режиме Wireframe, нажмете на вот этот вот режим X-Ray, то у вас вот так вот вроде бы что-то станет таким темным, но при этом не будет видно насквозь. Режим X-Ray, его можно включать и в режиме обычного шейдинга, вот тогда вот так вот мы будем видеть сетку, но поскольку я переживаю, что с нажатием вот этого X-Ray вы себе где-нибудь запутаетесь и забудете его включить либо выключить и что-то будет отображаться не так, поэтому лишний раз я вам советую пока туда не лазить. У нас вот есть два режима, вот этот Wireframe и обычный шейдинг. Чтобы быстро между ними переключаться, я нажимаю Z. Z и вправо, вот это Solid, Z и влево Wireframe. Вот такое вот привычное действие вам скоро будет. очень часто мы будем нажимать Z, переключились в Wireframe, Z переключились в режим Solid. Итак, у нас есть глазурь. Отлично, мы можем теперь выйти из режима редактирования. Я снова нажму Tab. Как вы помните, Tab у нас переводит в режим редактирования и выходит из него. И включу пончик. Донат. Вот здесь вот нажимаю вот этот глаз, и мы теперь можем заметить какую-то вот такую вот полоску, какие-то вот такие артефакты. Их называют вот это вот бликование каких-то серых частей. Это говорит нам о том, что с геометрией есть какая-то проблема. В данном случае это называется Z-Fighting, когда две плоскости наслаиваются друг на друга, и видеокарта не знает, какую надо показывать впереди, а какую надо показывать сзади. И поэтому они между собой воюют и пытаются вырваться по очереди то одна, то другая. Это хороший сигнал, что что-то не так с геометрией, что-то надо поправить. Как мы будем исправлять это дело? Ну, если мы присмотримся, то у глазури есть некоторая толщина. Как только мы добавим вот эту толщину, они перестанут находиться друг с другом на одном положении, и у нас точно будут какие-то полигоны выходить вперед. И вот эта проблема уйдет. Давайте сейчас это сделаем. Чтобы добавить толщину, так же как с помощью модификатора Subdivision Surface мы добавляли геометрию, просто увеличивая плотность сетки, у нас есть модификатор. Мы здесь в списке можем его найти. Generate, и здесь есть Solidify. Он добавляет толщину. То есть он прям... Давайте я вам покажу. Если мы сейчас... Обратим внимание, вот здесь вот появился модификатор Solidify. Я пока свернул здесь Subdivision Surface, и возможно, еще не вся проблема ушла. То есть вот у нас появился еще более такой сильный Z-Fighting. Не стоит этого пугаться. Все дело в том, в каком направлении у нас происходит добавление толщины. Вот здесь сейчас стоит Offset на минус единицу. Он шел как бы вовнутрь. Давайте, если мы посмотрим в режиме Wireframe, вы можете заметить, вот здесь вот это вот расстояние... Давайте я где-то вот так вот... Наверное, моя камера будет. Вот это вот расстояние, это то, куда шла вот эта вот геометрия. Когда я меняю Offset, она сдвигается и выходит наружу. Гораздо лучше мы это можем видеть здесь, поскольку у нас вот эта вот проблема пропадает, и у нас появляется объем. Мы можем вот здесь вот его уже наблюдать, заметить. И модификатор Solidify довольно простой. Он добавляет, создает вот эту толщину. Два параметра. Offset, который указывает, в каком направлении он будет вовнутрь или наружу задавать. И параметр Thickness, это толщина. Если мы его начнем менять, то вот так вот у нас добавится толщина. Настолько большую толщину для глазури делать, я думаю, не стоит, иначе это уже больше похоже на грипп со стороны, чем на пончик с глазурью. Поэтому здесь мы уменьшим вот это значение до каких-то вот таких вот размеров. При этом, когда мы нажимаем левой клавишей мыши и тянем мышку вправо, либо влево, эти значения могут идти слишком быстро. Поэтому я буду использовать Shift, зажимать Shift и... Ну вот я нажал левой клавишей мыши, потом нажал Shift и удерживая его, я вот так вот могу... Или бы в начале сразу нажимаю Shift и потом левой клавишей мыши. Он начинает ездить не так быстро и позволяет мне чуть медленнее все это дело обозначить. Наша задача сейчас здесь создать такую небольшую толщину. Может быть вот так вот по моим цифрам, в моем масштабе, вот который у меня сейчас. Мне кажется, этого будет достаточно. У вас эти значения могут отличаться. Наша задача сделать просто небольшую толщинку для вот этой глазури, чтобы она выглядела интереснее. Хорошо. Так мы решили проблему с толщиной. И теперь нам нужно решить следующую задачу. Это вот эта вот волнистость. Давайте я еще раз ее покажу. Вот здесь вот, на вот этой картинке, мы видим, что вот этот пончик идет, вот эта глазурь по пончику идет вот такими вот волнами. Где-то она спускается вниз, стекает. Где-то она не заходит до этой части. И именно этим мы сейчас и займемся. Для того, чтобы редактировать геометрию, как вы уже знаете, мы нажимаем Tab и переходим в режим редактирования. Надо выбрать именно глазурь. Я нажму Tab. И вот теперь я в режиме редактирования. И тут мы можем заметить, что наша сетка как-то пропадает внутри геометрии. Мы не всю ее видим. Это связано с тем, что у нас сейчас вот здесь вот этот модификатор Solidify, он отображается в режиме редактирования. Вот эти вот значки позволяют нам включить либо выключить из режима редактирования. Я сейчас выключу его отображение в Edit Mode, в режиме редактирования. Тогда мы сможем лучше видеть всю вот эту глазурь. Дальше я захочу, например, взять какую-то точку и опустить ее вниз. Если я просто ее буду опускать вниз, она вот так вот съедет, но все оставшиеся будут неудобно двигать. К счастью, у нас есть удобный инструмент пропорционально редактирования, с которым мы уже знакомы. Нажимаем вот здесь вот, либо горячую клавишу O, и затем используем инструмент перемещения. Это клавиша G. И если у меня будет вот такой вот большой радиус, который иногда вблизи не видно, когда мы вот так вот смотрим, мы нажимаем G, у нас все двигается, а радиуса нету. Он на самом деле есть, вам нужно отдалиться и увидеть его. И вот когда вы отдалились, вот тут вот уменьшили, снова нажали Escape, приблизились, уменьшаем и увеличиваем мы его с помощью колесика либо кнопок Page Up, Page Down на клавиатуре. И вот теперь я могу пробовать опускать эту глазурь. И здесь мы натыкаемся на вот такую вот проблему, она начинает заходить вовнутрь. Это происходит ввиду того, что, во-первых, у нас сейчас не заданы никакой функции, мы не просим программу привязывать вот эту вот геометрию к той, которая находится ниже, в данном случае к пончику. Мы ему не даем таких указаний, поэтому она вот просто вот сюда, куда-то вниз уходит, далеко от самого пончика. Наша же задача сделать так, чтобы он прям прилипал к этому пончику. Этот вопрос мы можем решить. Вот здесь вот сверху есть такая иконка магнита. Это snapping, привязки. Он привязывает геометрию, она будет прилипать к тому, что у нас находится ниже, либо к тому, что мы выберем. Здесь есть меню настройки. Изначально стоит increment. Это привязка к сетке, к вот этим вот крестикам, к вот этой вот серой сетке, которая у нас находится на трехмерном виде. И мне сейчас это точно не даст никакой пользы. Нужно выбрать именно фейсы. Как вы уже знаете, у нас есть вертексы, эти же фейсы. В данном случае нам нужны фейсы, чтобы он привязывал вот эти вот полигоны к тому, что у нас находится на геометрии. И сейчас вы уже можете заметить какие-то изменения. Она немножко начинает прыгать и пытается вот эти какие-то части, во всяком случае, привязать. Но при этом привязываются далеко не все части. Это связано с тем, что у нас здесь есть еще дополнительная настройка Face Project. Если мы ее включим, то он будет проецировать абсолютно все вот эти вот полигоны и других, которые прилегают в вот эту окружность, которая перемещается. И они уже сами вот сюда дополнительно залазят. При этом наша проблема еще до конца не решена. Ввиду низкого разрешения сетки геометрии, часть точек западает вот сюда вовнутрь пончика. Это связано с тем, что просто мало полигонов и их недостаточно, чтобы обогнуть всю эту форму, чтобы ее описать. Мы можем решить этот вопрос следующим образом. У нас есть модификатор Subdivision Surface. Он стоял в режиме... Может стоять в режиме Optimal Display. Давайте я выключу вот здесь в V-port Solidify, просто чтобы он не отображался. И если мы включим вот здесь отображение сетки Wireframe, видим, что модификатор Subdivision Surface нам уже дал дополнительную геометрию, с которой можно работать, которая уже огибает этот пончик. И мы можем применить этот модификатор. Как вы помните, он работает над геометрией. Это еще не наша геометрия, это просто модификация, которая работает над нашим объектом. Чтобы его применить и получить доступ к этой сетке, мы можем вот здесь вот нажать Apply. Вот сюда на стрелочку нажимаем Apply, применить этот модификатор. Именно применяем Subdivision Surface. Solidify трогать не надо, применяем именно Subdivision Surface. Нажимаем Apply. И теперь вся вот эта наша сетка нам доступна для редактирования. Мы уже назад сейчас вернуться не можем, только если через Ctrl-Z, то есть менять вот это вот количество. И обратите внимание, здесь у меня стояло именно 1-1. Мне нужно было только одну итерацию Subdivision. Я нажал Apply. Все, у меня появилась вот эта сетка. Я пока что выключу отображение вот этой в Airframe. Это я больше в показательных целях, чтобы вы видели, что происходит на уровне сетки. Теперь, когда мы переходим в редактирование, у нас уже не так мало квадратиков, больших вот тех, которые были, а вот эти квадратики стали меньше. И теперь они гораздо лучше повторяют форму вот этого пончика. Теперь, когда у меня включено пропорциональное редактирование, в привязках включен именно Face Project, я теперь могу нажать G. И когда мы будем вот так вот перемещать, у меня здесь указывается ось Z, но даже без привязки к определенной оси, мы можем заметить, что все вот эти вот точки уже гораздо лучше сидят на вот этой поверхности. Если мы снова включим отображение модификатора Solidify, то мы вполне можем увидеть, что вот наша глазурь сидит здесь без каких-либо проблем, и у нас уже появляются те самые очертания того, что мы видели на картинках вот здесь вот. Наша задача теперь просто по кругу пройтись по всем вот этим вот моментам. К сожалению, все вот эти манипуляции для начинающих бывают иногда трудноватыми. Если у вас что-то пошло не так, у нас есть чат сообщества, чат с единомышленниками, которые тоже занимаются блендером, 3D-графикой, и вы можете в него бесплатно спокойно попасть. Для этого нужно перейти и скачать горячие клавиши, там же будет инструкция по добавлению в чат. Это сделано для тех целей, чтобы всякие спамеры, боты туда просто так не попали. Итак, и там вы можете прикрепить скриншоты, написать, что у вас не получается, и если кто-то будет свободен и сможет вам помочь, он подскажет. Итак, мы переходим дальше и начинаем по кругу вот здесь вот двигаться и все это дело исправлять. Перед тем, как мы продолжим, существует некоторых ребят такая проблема, когда они начинают перемещать вот это с большим радиусом, вот так вот стягиваются еще и задние точки, и они наладят вот сюда вперед. Если мы посмотрим, то выглядит это примерно вот следующим образом. Такого делать ни в коем случае нельзя. Если вдруг вы такое сделали и ушли далеко, и только потом заметили, то вам придется все переделать, потому что исправить это крайне сложно. А я сейчас нажму Ctrl-Z. Это связано с тем, что когда мы нажимаем перемещение с проекцией вот этих вот полигонов, у нас вот этот вот пропорциональное редактирование, радиус слишком большой и двигается вся геометрия. Когда мы смотрим вот так вот на эти полигоны, они все сюда и стягиваются. Такого происходить не должно. Это ошибка. И нам нужно как-то себя от этого обезопасить. Чтобы себя обезопасить, и при этом не происходило стягивания лишней сетки, мы можем ее спрятать. Та сетка, которая у нас внутри, мы ее можем выбрать. Как вы помните, из прошлого видео мы выбирали вот так вот с помощью Alt и левой клавиши мыши по Edge. Я переключился на режим работы с Edge. Мы выбирали вот так вот кольцо, цепочку из Edge. И вот здесь вот мы можем внутри нажать вот так вот с Alt и выбрать вот эту цепочку. Дальше, чтобы вручную вот так вот с Shift и Alt не идти вверх, а выбирать именно всю геометрию, мы можем нажимать Ctrl плюс на нампаде. Вот так вот. И наше выделение будет расти. Еще аналогичный вариант, если вдруг нету нампада, там плюс, это все не работает. У нас есть на вкладке Select. Select здесь More or Less. Выделить больше либо меньше. Мы выбираем вот здесь More, больше. Нажимаем, и вот происходит выделение. Я нажму несколько раз, Ctrl плюс на нампаде. И до тех пор, пока вот он не выберет всю вот эту часть. Теперь для того, чтобы обезопасить себя от изменения вот этой выбранной геометрии, мы можем ее спрятать. Для этого есть горячая клавиша H на клавиатуре. Выглядит как русская N, но это вот H. Я думаю, вы успели увидеть. Я нажму Ctrl Z еще раз. Нажму H, вот она подсвечивается. Это значит спрятать выбранное. Чтобы вернуть назад, мы нажимаем Alt H, как бы обратная, ну, функция к тому, что мы сделали. Я нажимаю H, спрятал это все. Теперь у меня вот эта вот сетка не видна. Но при этом, если мы выйдем из режима редактирования, то в режиме Object Mode у нас всегда это будет показываться. Прячем мы только для режима редактирования. И теперь, когда я спрятал, могу выбрать безопасно вот эти вот точки. И когда я буду с небольшим радиусом, вот просто для того, чтобы себя обезопасить, не делайте вот этот радиус слишком большим. Сделали его вот каким-нибудь вот таким вот. И при этом следите за тем, с какой стороны вы смотрите. Вот таких вот наложений точек, как если я буду сбоку вот так вот стягивать, и вот так вот они будут съезжать здесь, не должно быть. Для этого мы поворачиваемся, смотрим ровно в том направлении, где собираемся работать. Здесь слегка вот так вот их стягиваем. Потом прокручиваемся дальше. Стараемся сделать какую-то такую более аккуратную, интересную, органическую форму. Сейчас я выделил что-то не то, каким-то образом. И вот тут я немножко отлистаю назад. Я заметил, что здесь вот эти точки слегка съехали. Не очень мне нравится вся вот эта тема. Не знаю, почему Андрю решил вот именно так пойти. Очень большая вероятность того, что что-то может пойти не так. И вот эти вот точки у вас как-то будут проецироваться хуже, чем надо. Итак, здесь опускаем куда-нибудь вот сюда. Где-то я приподнимаю точки, где-то я их опускаю. И при этом следите, пожалуйста, за тем, чтобы у вас ничего сильно не съезжало, ничего не накладывалось. Иначе вам придется это все дело переделать. Потому что исправить это будет нереально. Так, здесь чуть-чуть повыше. И здесь опустимся чуть пониже. Вот так вот. Такая тема, что в 3D-графике очень много, когда вам придется двигать какие-то точки вручную, как-то перемещать, это естественная составляющая данного процесса. Давайте включим отображение. Вот у меня по краям он стал где-то больше, где-то меньше заезжать вверх и вниз. И это начинает ему добавлять какой-то интересности. Он перестает быть однообразным. Давайте здесь это прямо опустим еще пониже. Ну вот как-то так. Да, хорошо. Я постарался так, чтобы плюс-минус везде было по-разному. Все это выглядело. И теперь мы можем скруглить вот эту всю штуковину, чтобы она не выглядела вот такой вот грубой и шероховатой, уже знакомым нам модификатором. Добавляем модификатор Subdivision Surface. И добавляем его поверх того, что у нас вот здесь в Solidify. Важен порядок, в какой последовательности будет происходить. Если мы вначале добавим модификатор Subdivision Surface, а потом Solidify, скругление не произойдет. Нам нужно, чтобы Subdivision Surface был именно после Solidify, после толщины. И тогда все будет работать так, как мы хотим. Здесь после скругления ваше количество геометрии может слегка уменьшиться. Она может стать слегка тоньше. И возможно, вы захотите вот этот параметр Thickness отрегулировать и сделать чуть-чуть побольше. С учетом того, что вот эта геометрия скругляется и добавляется вот эта вот степень некоторой кривизны. Также вы можете заметить, что в местах, когда он скругляет близко к самому пончику, там уже глазурь не так сильно прилипает. И возможно, хотелось бы оставить ее более прилипшей. Чтобы это сделать, мы можем зайти в настройки модификатора Solidify. Его нужно вот так вот раскрыть. Здесь есть Edge Data. И тут у нас есть такая штука, как Кризы. Кризы — это установка для модификатора Subdivision Surface. Сказать ему, в каких местах надо делать геометрию твердой, а в каких разрешать делать вот это вот скругление. И в зависимости от того, в какую сторону мы хотим внешнюю, либо наружную, в зависимости от того, как здесь поставлены параметры Offset, вам может понадобиться либо Криз Inner, либо Криз Outer. Если я выбираю Outer, то у меня сейчас вот эта внешняя часть, если я выбираю Inner, то вот эта вот внутренняя часть перестает сглаживаться модификатором Subdivision Surface. И я думаю, вы можете заметить вот эту вот разницу, она вот здесь начинает больше прилипать. Если вдруг у вас в какое-то противоположное направление работал модификатор Solidify, возможно, вам придется делать Криз Outer. Я выберу Криз Inner, он у меня хорошо работает. И вот так вот я прилепил эту глазурь еще плотнее к пончику. И теперь нужно то же самое повторить изнутри. Если я нажму Tab, у меня все внутренние точки спрятаны. Мне нужно нажать Alt-H и вернуть видимость того, что внутри. Если я хочу себя обезопасить и внешний контур не добавлять туда к этим изменениям, я его выберу с Alt-ом. Нажимаю Alt, левая клавиша мыши по этому и G, Ctrl-плюсик несколько раз. Вот так вот пройдемся. Мы можем еще сильнее вот так вот подойти. Вот, например, до сюда нажать H и дальше залезем вот сюда вовнутрь, выберем вот эту точку. Я нажму G и здесь уменьшу вот этот вот радиус, чтобы он был очень маленьким. И как-нибудь вот так вот наверно наверх подвину. И здесь мы можем пройтись вот так вот по разным точкам. Видимо, они лучше начинают где-то местами прилипать к этому пончику. Где-то оно там отъезжало. И если сейчас это что-то будет выглядеть не очень, мы можем через Ctrl-Z всегда вернуться назад. Итак, я вот тут пройдусь, приподниму повыше. Здесь нам нужно несовершенство, какие-то вариации. И здесь следим за тем, чтобы точки друг с другом сильно не пересекались. Если вдруг у вас будут накладываться точки друг на друга, вот так вот могут происходить, давайте вот так вот сделаем какие-то вот такие некрасивые заломы, такого происходить не должно. Отлистываем через Ctrl-Z. Если вдруг точки приблизились слишком близко друг к другу, надо выключить пропорционально редактирование, приблизиться поближе. И вот так вот лучше в режиме Wireframe возможно будет видно. Вот эти точки друг от друга отодвинуть. Это такая тонкая ручная работа. Без этого никуда привыкайте, что иногда надо будет залезть прям ручками вот так вот аккуратно точки подвигать. Как, например, может быть, давайте посмотрим вот здесь. Вот если неудобно вращаться относительно точек, вы можете нажать точку на нампаде. Это если мы нажмем ее View Selected, он приблизится к выбранной точке, будет вращаться относительно на нее. И с клавишей G мы можем вот так попробовать передвинуть. Поскольку у нас сейчас включена привязка, он старается привязываться к вот этим плоскостям. Вот такая ручная кропотливая работа может потребоваться для того, чтобы здесь еще изнутри он тоже выглядел чуть-чуть получше. Я вот так эти точки подвигаю. Как вы видите, я это делаю уже без пропорционального редактирования, чтобы там у меня случайно ничего никуда не съехало. Вот здесь вот эта точка куда-то отъехала. И вот эти я еще тоже подвину вот так вот вовнутрь. Такая хорошая практика для моторики рук, что у нас здесь приходится переключаться. Я нажимаю таб, выхожу, смотрю, как это выглядит, снова подвинуть вот так. Мне кажется, вот с такого ракурса вот это прикольно выглядит, то, что здесь они внутри тоже такие неоднообразные. Вся вот эта внутренняя часть это такой экстра бонусный момент, который вы делаете просто для закрепления того, что мы изучили делать на внешнем радиусе. Я нажму таб, нажму alt-h, верну видимость всей глазури и снаружи и изнутри. Могли бы сохраниться. Вдруг у нас дальше что-то пойдет не так. Давайте нажмем файл, save as, здесь я нажму плюсик и у меня переименуются как старт, например, 0.2 для третьего урока. Дальше давайте посмотрим вот такие вот капельки. Это очень прикольная штуковина, которая добавит еще интереса нашему пончику и заметим они довольно тонкие. Поэтому если мы вдруг соберемся делать их и это не обязательно, добавит интереса вашему пончику. Если мы начнем просто стягивать вот так вот точку, в каком-то моменте она вот так вот съедет и будет выглядеть вот таким острым, крайне некрасивым элементом. Все дело в том, что мы не можем бесконечно растягивать геометрию без видимого вреда и каких-то таких визуальных артефактов. Поэтому когда нам нужно что-то дополнительное создать, нам лучше создать дополнительную геометрию, а не пытаться растянуть имеющуюся. Мы можем выбрать в тех местах, где уже глазурь сама как бы немножко сползла с нашей помощью. Мы можем выбрать вот так вот две точки, две, где-то три. Кому как удобнее, насколько жирную каплю вы хотите сделать. Я выберу вот так вот две точки и затем нажму Extrude. Это И на клавиатуре, там, где русская У. Давайте когда я сейчас нажму, вы увидите вот как Е выглядит и сейчас произошло кое-что. Очень важно, хорошо, что это сейчас произошло. Обратите внимание, сзади у меня тоже какие-то точки выехали. Я нажму Ctrl Z. Это связано с тем, что у меня в выделении уже были вот эти точки сзади. Мне нужно отдалиться, вот так вот сбросить выделение, чтобы ничего не было выбрано. И вот теперь по новой я приближусь, выберу вот эти точки. Если вдруг параноиде или там чего-то не происходит как надо, он все равно как-то выбирает ненужные точки, нажмите режим Wireframe, проверьте в режиме Wireframe, что мы выбираем вот только две точки. Z переключение между Wireframe и режимом Solid. Так я выберу вот эти точки и теперь нажму E для экструда. Вот так выдавливаем и потом сделаем еще несколько раз, еще раз и может быть еще раз. Здесь я за счет того, что не одним сплошным вот таким вот элементом вытянул до самого низа, а сделал как бы три раза повторно нажимал и и это экструд несколько раз повторенный. У меня вот эта геометрия по форме пошла и если нажму Tab, то мы видим вот такую вполне красивую капельку. Теперь я пройдусь по форме, найду где-нибудь еще какое-то вот такое вот место, проверим, чтобы выбрано было не все точки, а только те, которые нам надо. По какой-то причине он их выбирает еще подтягивает оттуда. Я вот так в режиме Wireframe выберу аккуратненько вот эти точки и экструдом вот так вот еще раз экструд и еще раз экструд и сейчас поскольку у нас включена привязка к фейсам вот здесь сверху, он позволяет привязываться к той геометрии и вытаскивать их туда, выдавливать. Здесь я могу например опускать не до самого конца, не в самый низ. Вот мы видим он сейчас так выбирает неаккуратно вот эти вот следите за этим моментом, чтобы не выбирались ненужные точки. Так выберем только то, что надо экструд и здесь например могу выдавить два раза вот сюда вот. Тогда она будет где-то остановиться вот здесь. нам нужны вариации. Если оно съехало как-то вбок, не очень красиво, как например вот здесь, мы всегда можем зайти вовнутрь и вот так вот слегка подвинуть сюда в сторону. Я нажимаю G и она двигается. Может быть надо выключить пропорциональное редактирование и вытащить вот эти точки куда-то вот сюда в сторону, чтобы оно аккуратнее сидело. Если в каком-то месте вы чувствуете, что хотелось бы еще какое-то выдавливание, но там например глазурь недостаточно вниз опустилась, вы можете вернуться, включить пропорциональное редактирование и с небольшим радиусом вот так вот ей помочь чуть-чуть слегка вниз ее опустить. дальше снова выберу вот эти две точки аккуратно слежу, чтобы больше никаких точек не было выбрано и экструдом могу вот так вот один раз вытащить сюда как-то вот так вот теперь у меня эта часть слегка капелька здесь потекла здесь есть те, которые побольше это чуть посильнее и может быть вот здесь я еще могу поближе к той глазури которая стекала вот здесь вытащить еще вот так вот одну небольшую и все дальше у меня есть какое-то разнообразие как-то это прикольно уже начинает выглядеть можно попробовать такую же штуковину сделать и внутри если вы уже осмелели и понимаете как эта вещь работает то вы можете как такое дополнительное задание для себя выполнить еще изнутри но здесь у нас точки находятся гораздо ближе друг к другу и возможно какая-то такая съехавшая капля будет более солидная поэтому я выберу несколько нажму экструд и вот так вот и еще раз вот сюда все теперь я вижу что вот эта точка куда-то далеко съехала это выглядит некрасиво я выключу пропорциональное редактирование нажму G и вот так вот ее подвину возможно даже все вот эти три точки следим за тем чтобы ничего другого не выбиралось вот так вот нажму точку на нам паде чтобы приблизиться либо это вот мы нажимаем Y и здесь View Selected отдаляемся и вот так вот пододвинем если эти точки лишние я нажму X удалить вертекс все тогда он не будет у меня использовать их и вот сейчас я вручную вот так вот эти точки аккуратно подвигаю чтобы это выглядело красиво вот так вот все теперь если мы отдалимся у нас еще и внутри есть какая-то вот такая стекшая капелька хорошо чтобы не затягивать это видео на этом пока что остановимся обязательно сохраним этот прогресс нажимаем Ctrl Shift S и здесь даем имя а для тех кто хочет создавать свои собственные работы а не только повторять просто за уроками на ютубе у меня есть собственные курсы например Easy Blender легендарный геймдев сейчас готовятся еще и другие курсы которые помогают ребятам изучить все основы 3D графики и пройти путь от начала до возможного трудоустройства мы детально разбираем и изучаем все важные все необходимые моменты для твоей будущей работы для того чтобы ты мог самостоятельно создавать крутые иллюстрации крутые изображения возможные анимации это очень интересное творческое направление и если оно тебе по душе и нравится обязательно посмотри в описании у меня есть ссылки на мои курсы в которых также есть примеры работ которые создают студенты и если у тебя в процессе выполнения этого урока либо вообще в принципе возникнут какие-то вопросы обязательно пиши по возможности я буду стараться подсказывать и отвечать и в следующих и до встречи в следующих видео хорошего дня пока пока